Данила Багров Ставший своего рода суперменом в тогдашнем обществе. Но любовь к фильмам и герою не была и не остается безоговорочной. Некоторые зрители и критики усмотрели в «Брате» националистические идеи, пропаганду насилия и слабую актерскую игру, в которой обвиняли Сергея Бодрова, так как актерского образования он не имел. Кто-то воспринимает Данилу как защитника и олицетворение справедливости, а кто-то как простого бандита. Тем не менее, бессмысленно отрицать, что прошло более 20 лет с момента выхода фильма. А на российских экранах так больше и не появилось героя, который бы по популярности и влиянию на массовую культуру обошел Данилу Багрова. В этом ролике мы разберем, какие качества делают Данилу одновременно притягивающим и отталкивающим. Каковы глубины и мотивы его действий. Какие паттерны поведения и методы коммуникации мешают и одновременно помогают ему в наладе связи с окружающими. Меняется ли его подход и отношение к людям, и если да, то как? В фильме «Брат» есть одна простая, но мощная идея. Каждый человек ищет что-то свое. Одни ищут справедливость, другие ответы. А кто-то просто хочет найти место, где починят его магнитофон. И вот тут начинается самое интересное. А что если сила в поиске? Но не просто в поиске, а в том, чтобы найти то, что действительно нужно. Сегодня, чтобы найти нужное, не нужно бегать по рынку, как Данила, или выспрашивать у случайных прохожих. Все работает по-другому. Люди просто открывают карты, если ищут что-то рядом в оффлайне. Или поиск, если хотят найти что-то в интернете. А бизнесы, которые настроили рекламу через Яндекс.Директ, появляются в поиске первыми. Это как если бы Данила спросил, где тут рядом мастерская, и ответ был бы сразу у него перед глазами. Сегодня, чтобы найти нужное, не нужно кричать наугад. Достаточно быть там, где тебя уже ищут. Яндекс.Директ делает это легко. В картах твои предложения увидят те, кому оно действительно нужно. Если вы еще не пробовали Директ, это идеальный момент. За первые 10 тысяч рублей вы получаете 5 тысяч на запуск рекламы. Это ваш шанс выйти в топ и стать знаменитым. Фильм «Брат» является, пожалуй, самым известным и обсуждаемым произведением Алексея Балабанова. Он стал не просто популярным, а приобрел культовый статус и стал неотъемлемой частью русской культуры. Но как и почему это случилось? Помогло стечение обстоятельств. Множество разных факторов сложились в одно время и в одном месте, что и породило феномен «Брата». В киноиндустрии не так много известных примеров, когда сотрудничество режиссера и актера перерастает из сугубо рабочих отношений в крепкий творческий союз, который формирует узнаваемый стиль и создает уникальные выдающиеся произведения. Вспоминается режиссер Франсуа Трюфо и актер Жан-Пьер Лео, а также Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро. В случае Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего их симбиоз был настолько крепким, что совместная работа стала восприниматься как часть общего художественного высказывания. Их взаимопонимание позволило глубже раскрыть образы и создать культовых персонажей. Не помню, что-то пели, сидели, разговаривали просто. Я говорю, давай снимем кино. Ну, бесплатно, говорю, просто так. Вот, говорю, можно такое вот кино снять, вот герой главный, после армии вернулся, ну вот, что-то ему рассказал. Сценарий никого не было, ничего не было. Он говорит, ну давай. Во времена, когда снимался первый брат, многие люди жили за чертой бедности, чувствовали себя потерянными, никому не нужными и пытались переосмыслить свою роль в жизни и обществе. Чувства зрителей зарифмовались чувствами главного героя, который, вернувшись из армии, пытается найти себя и встроиться в контекст современной жизни. И еще один немаловажный фактор – присутствие некоторого чувства отчаяния у режиссера. Я не знаю, зачем Балабанов это сделал. Я думаю, что, в принципе, вот это можно сделать вот только от отчаяния. Вот снимать такое социальное кино, насколько я помню, для него это считалось, в общем, унизительным занятием. Отчаяние, хоть и воспринимается как негативный опыт, может помочь человеку преодолеть жизненные трудности. Когда человек испытывает отчаяние, сложившаяся ситуация кажется невыносимой. Это ощущение подталкивает к действиям, которые раньше казались сложными. Отчаяние помогает преодолеть страх перемен. Оно также может протрезвить, заставить человека оценить реальность более объективно, увидеть проблемы такими, какие они есть. В моменты отчаяния человек может переосмыслить свои приоритеты, задаваясь вопросами о том, что для него действительно важно. В результате он находит новые смыслы и цели, которые помогают ему продолжать движение вперед. Во времена, когда снимать фильмы было невыгодно и неприбыльно, Балабанов решил сочинить другое кино, чтобы позже заработать на съемке важной для себя картины про уродов и людей. Он предлагает сценарий будущего фильма под названием «Про уродов и людей». Он тогда назывался «Ехать никак нельзя». А ему говорят, ой, это порнография, мы тебе на это денег не дадим. Он говорит, ну и черт с вами, сам заработаю. И сочиняет историю брата, познакомившись уже с Сергеем Бодровым. Брат был способом справиться с трудным периодом, пережить отчаяние и найти путь реализации для новых картин. А в итоге перерос в культовую дилогию и раскрыл талант Балабанова под другим углом. И все сошлось. Желание, время, ситуация подтолкнуло. Брат стал и остается популярным до сих пор еще и потому, что Балабанов смог за копейки создать фильм, в котором сочетаются элементы массового и авторского кино. Широкий зритель нашел для себя захватывающий боевик с интересным саундтреком. А эстеты и синефилы разглядели в брате не только портрет эпохи, но и возможность посмотреть вглубь себя. К тому же Брат — это с одной стороны кино, в котором рассказываются проблемы конкретного времени, а с другой — о человеческих проблемах вообще. Установка на злободневность в брате сочетается с установкой на передачу вневременного смысла, с рефлексией по поводу культуры и человеческих отношений в целом. Брат оказал огромное влияние не только на общество, но и на киноиндустрию. Именно от него пошла мода на фильмы о хороших, если можно так сказать, бандитах, о людях, которые по каким-то причинам встали на криминальный путь. Бригада, бумер и тому подобное. Разбор этих произведений уже есть на канале, и вы можете прямо сейчас, после этого ролика, их посмотреть. О влиянии брата на кино в целом рассказывать можно долго, но вот что интересно. Костюмер Надежда Васильева купила свитер для Данила Багрова за 30 рублей секонд-хенд. А сейчас в современном российском кино героев, которые в том или ином виде борются за справедливость и защищают своих, до сих пор одевают в похожие свитеры, будто на интуитивном уровне, проводя параллель с Данилой, что уже превратилось в своего рода клише. Брат 2 такая же коммерческая история, как и первая часть фильма, но в отличие от первой части, Брат 2 уже в полной мере рассчитан на массового зрителя и, можно сказать, является данью массовой культуры. Сюжет более прямолинейный, простой. А диалоги будто специально написаны так, чтобы их легко можно было цитировать. Кстати, Брат 2 это очень болезненный вопрос, потому что это единственный фильм, который сам Леша не любил, который он сделал для того, чтобы помочь Ильянову. И он не собирался его делать. Бросается в глаза то, что Данила из первой части отличается от Данилы из части второй. В первом фильме он был потерянным и ищущим своих постсоветских реалиях, а во второй превратился в народного мстителя, который ставит на место наглых американцев. В Брате и Брате 2 персонаж Данила Багрова заметно меняется, что отражает эволюцию его мировоззрения и способ взаимодействия с окружающей действительностью. В первом фильме Данила не имеет четких целей и стремится к простому пониманию справедливости. Он хочет защитить своих и ищет идентичность, пытаясь обрести место в мире, который он считает несправедливым и разрушительным. Он скорее антигерой, который не стремится к глобальным изменениям, а решает локальные конфликты, руководствуясь собственным кодексом морали. Во втором же фильме Данила становится более целенаправленным и идейным, продвигаясь к роли защитника русских не только в России, но и за ее пределами. Он начинает бороться за более масштабные понятия справедливости, против коррупции и унижения своих соотечественников на чужбине. В Брате Данила показан как человек, который еще формируется, сомневается и ищет моральные ориентиры. Он больше отшельник, не всегда уверенный в своих силах, но верный своим инстинктам. В Брате 2 Данила уверен в себе, им руководит обостренное чувство правоты. Это более сформировавшийся герой, который знает, чего хочет, и действует решительно. Он не задается вопросами, а принимает свои убеждения как данность, становясь более суровым и бескомпромиссным. В первом фильме Данила сосредоточен на узком круге людей, своих близких и друзьях, решая личные конфликты и защищая не только своих. Его социальный круг ограничен, а его действия не направлены на глобальные изменения. В Брате 2 он выходит за рамки своего окружения, защищая соотечественников в чужой стране и выражая идею единства всех русских. Он все больше становится лидером и примером для окружающих, что подчеркивает его трансформацию от частного к общему. Глобально во второй части режиссер делает героя таким, каким его хотел видеть тогда зритель. А люди нуждались в сильной фигуре, которая укажет путь вперед. И такой фигурой стал именно Данила Багро. Из потерянного и не знающего куда податься парня Данила превращается в мощного супергероя, который вершит справедливость в том понимании, которое у него сложилось. Но все не так просто. В образе и поведении Данила есть множество противоречий. Может быть, кому-то он и кажется героем, но не всегда его действия оборачиваются благом для тех, кто его окружает. Давайте перейдем непосредственно к психологическому портрету Данилы в фильме и попытаемся понять, что лежит в основе его методов коммуникации и взаимодействия с людьми. Поведение человека — это результат того опыта, который он прожил. Он формирует убеждения, установки и реакции, которые впоследствии влияют на восприятие мира и на способы взаимодействия с окружающими. Каждая ситуация, с которой сталкивается личность, добавляет новый слой к этому опыту. Поэтому, анализируя поведение человека, даже вымышленного, важно рассматривать не только его действия в конкретной ситуации, но и учитывать накопленный багаж прошлого опыта, который повлиял на формирование его паттернов поведения. Прошлые жизненные события не всегда, но во многом, во многом определяют и объясняют поведение человека в настоящем, поэтому их нельзя игнорировать при анализе. С самого начала Данила умалчивает о своем военном опыте, хотя вопрос о том, кем он служил, ему задают без малого шести раз. И каждый раз он дает один и тот же ответ. Да не, в штабе там отсиделся писарем. Это умалчивание можно объяснить с разных точек зрения. Во-первых, боевые действия даже самому бравому солдату наносят непоправимую травму. Попытки Данила избежать разговоров о службе выступает как способ психологической защиты. Данила стремится дистанцироваться от своего опыта, возможно, боясь, что война определит его личность в глазах других. В фильме не упоминается, что у Данила есть какие-то психические расстройства, как, например, у Трэвиса Бикла, главного героя фильма «Таксист», в котором сумасшествие героя является важной частью сюжета. Однако такая эмоциональная отстраненность, а также склонность к импульсивности и проявлению агрессии у Данила может быть одним из множества признаков посттравматического стрессового расстройства, хотя у Багрова оно не так ярко выражено. Данила пытается встроиться в контекст мирной жизни и быть воспринятым как обычный человек, а не как бывший солдат. Представляя себя как мирного человека, он, возможно, надеется отдалиться от образа бойца и найти свое место среди обычных людей, которым были же более простые мирные вещи. Но сам он пока этого не понимает, как эта мирная жизнь устроена. Во-вторых, Данила может умалчивать о событиях войны, мотивируя это тем, что обычные люди, не прошедшие через подобный опыт, просто не смогут понять его. А если они изначально его не понимают, то зачем им что-то объяснять? Легче дать формальный ответ, понятный большинству, не погружаясь в подробности. Это ощущение может быть знакомо многим. Иногда кажется, что действительно легче промолчать или дать простой ответ, чем пытаться объяснить то, что другой человек, возможно, и, скорее всего, не поймет. Часто люди, пережившие сложные эмоционально насыщенные ситуации, чувствуют, что их эмоции настолько глубоки, что их трудно передать словами. В психологии это иногда объясняется концепцией иллюзии уникальности, когда человек убежден, что его мысли и чувства слишком специфичны, и вряд ли другие могут их понять. Это может быть своего рода защитным механизмом не делиться, чтобы избежать разочарования от недопонимания. И в том, и в другом случае замалчивание своего прошлого приводит к изоляции. Данила замкнут в себе, что впоследствии, как мы увидим, будет мешать ему наладить связь с людьми. Как бы Данила не пытался не рассказывать о своем прошлом, военный опыт все равно предопределяет его поведение и взгляды на мир. Данила невольно переносит войну в мирную жизнь, но видит ее в других проявлениях. Это война преступных группировок. И война человека и большого города. Вот ты говорил, город – сила. А здесь слабые все. Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силы. На войне принято делить людей на своих и чужих, что и делает Данила. Своих надо защищать, а чужих ставить на место. Не брат, гнида черножопая. На войне позволить напасть на себя значит быть убитым, поэтому Данила не проявляет слабость и предпочитает атаковать первым. Также на войне принято следовать приказу, поэтому Данила, особенно в первой части фильма, выполняет то, что ему говорят. Вот, ехал бы к брату в Ленинград. И только позже Данила постепенно обретает свою волю и начинает поступать так, как сам считает нужным. Давай быстро ко мне. Тачку бери и бегом. Не, я сегодня на концерт иду. На утилосу поют. А завтра тогда сбегу. Из замкнутости вытекает важная коммуникативная особенность Данила. Он крайне немногословен. Ты че, не мой? Нет. Очень редко Данила становится инициатором разговора, также редко его ответы можно назвать развернутыми. В разговоре с собеседником взгляд Данила направлен, как правило, в сторону, но не на того, с кем он говорит. Он чаще всего угрюмый смотрит из-под лобья. Не будем отрицать, что здесь есть личная особенность самого актера. Молчаливость – это способ держать себя под контролем, не показывать своих истинных эмоций и не делиться мыслями. Человек удерживает себя от эмоциональных реакций, чтобы избежать уязвимости. В некоторых семьях может существовать установка на сдержанность в речи и демонстрацию чувств. В таких случаях молчаливость воспринимается как достоинство. И Данила, выросший в таком окружении, склонен меньше говорить, особенно на личные темы. Судя по единственной сцене с матерью, право говорить, даже лучше сказать, причитать, в семье было по большей части у нее, а о Даниле отводилась роль слушателя. Как и многие люди, свои мысли, чувства и желания он транслирует через музыку. Музыка – это крайне важная часть жизни человека, даже если он не музыкант и не имеет слуха. Это универсальный инструмент донесения мыслей и чувств, которые люди из разных народов и культур способны понимать. Данила надеется, что через музыку он будет понят, но не находит рядом единомышленников, которые бы разделяли его вкусы, что символизирует его оторванность и все больше погружает в одиночество. Более того, через музыку Данила пытается и самоутвердиться. Это особенно заметно в сцене на вечеринке, когда Данила открыто заявляет, что музыка, которую слушают люди, ему не нравится. Музыка тваса американская, говно. Как итог, музыка с одной стороны дает чувство исключительности, а с другой – одиночество. По ходу фильма Данила пытается найти альбом Наутилуса «Крылья». Девушка, а у вас крылья Наутилуса есть? Нет, очень быстро разбирают. Но он так его и не находит, что символизирует метафорическую потерю его собственных крыльев. Данила так и не смог найти свое место в Петербурге и среди людей. Это мальчишка, за которого ничего нет, кроме сиротства какой-то провинции, в которой он вырос из Афганистана. И что же мы имеем? Замкнутый герой, у которого есть только его переживания, которые, как он думает, никто не поймет. Музыка, которую кроме него никто не слушает. Скудная речь и разделение людей на категории свой и чужой. В этой враждебной среде, лишенной жизни, Данила пытается найти что-то для себя ценно и восстановить связь с братом, который был ему еще и отцом. Но можно ли назвать эту связь крепкой? Вопрос. Первое, что делает Виктор, это играя на извращенном патриотизме Данилы, тягивая брата в преступной разборке, цинично используя его как инструмент реализации своих интересов. И ставит его перед радикальным, но вполне понятным в рамках образа мышления Данилы выбором. Так что либо они, либо мы. Вот так вот, брат. Данила не задается вопросом о том, насколько правильно то, чем занимается его брат, и насколько он сам хотел бы в этом участвовать. Он воспринимает слова брата как просьбу о помощи. А если просили помочь, это нужно сделать. Кроме прослушивания любимой музыки, у Данилы нет цели в жизни, каких-то желаний и стремлений, нет смысла. Когда брат ставит перед ним задачу, у Данила на короткое время появляются цели и жизнь обретает смысл. Поэтому он и соглашается на авантюру. Скажи мне, мы зачем живем? На протяжении фильма Данила из раза раз попадает в похожую ситуацию. Происходит это потому, что он реагирует на специфический триггер. Когда Данила становится свидетелем какой-либо несправедливости, особенно той, где одна из сторон слабее и не может постоять за себя, он действует ради восстановления той самой справедливости. Заплати штраф. Ситуация, в которой нужно восстановить справедливость, так же, как и поручение брата, на короткий промежуток времени дают Даниле цели и смысл жизни. Каждый раз он оказывается в похожей ситуации, потому что в городе, где он никого не знает, он тянется к чему-то знакомому и понятному. В таких ситуациях он знает, как действовать, и это дает ему чувство спокойствия, даже если ситуации сами по себе опасны и не приносят удовольствия. Людям свойственно погружать себя в знакомые и понятные ситуации, потому что такие сценарии дают чувство безопасности и контроля. Это механизм, который помогает минимизировать стресс и снизить уровень неопределенности в жизни. Знакомые ситуации позволяют предугадывать исход событий и опираться на прошлый опыт. Вера в справедливый мир выполняет функцию психологической защиты, помогает Багрову справляться с неопределенностью и страхом перед хаотичностью жизни. Через проживание похожих ситуаций человек нередко пытается найти подтверждение своей правоты, как это делает Данила. Он убеждает себя, что поступает правильно. Ну чё ты смотришь? Я людей хорош спас. Точного указания на это нет, но вполне возможно, если учитывать тесную связь Алексея Балабанова и Сергея Бодрова, такая черта Данила, как желание помогать, могла появиться в Даниле из характера самого Балабанова. Многие люди, знакомые с режиссером, вспоминают, как часто он проявлял милосердие и помогал обделенным. Обостренное чувство справедливости часто заставляет Данилу действовать в роли спасателя. Спасательство помогает Даниле ощущать чувство значимости. Пока он кому-то помогает, он нужен. Поэтому он ищет людей, которым надо помочь. Брат, трамвайщица света, пожилой немец. Спасательство распространенный элемент созависимых отношений, когда человек привязывается к роли того, кто всегда поддерживает и решает чужие проблемы. В таких случаях помощь другим может стать способом избежать собственных переживаний или трудностей, поскольку на чужие проблемы легче отличься, чем решить свои. Это говорит о низком уровне саморефлексии у героя. Спасатели надеются, что, решив чьи-то проблемы, они получат эмоциональную поддержку в виде признания, которую сами не всегда могут чувствовать. Но то происходит не всегда. Уходи, я сказала. И не приходи сюда больше. Спасательство – это способ для Данилы реализовать собственные потребности в признании нужности. Он использует этот метод, но помогает ли он ему действительно реализовывать свои потребности до конца? Вот в чем вопрос. На протяжении фильма Данила пытается установить связь с людьми. Для него это особенно важно, так как он оказался в незнакомой среде. Однако, те связи, которые он налаживает с Кэт, с Гофманом, со Светой, носят крайне условный характер и не являются по-настоящему важными и ценами, так как не длятся долго и не имеют под собой крепкого фундамента. Кэт видит Даниле источник денег на наркотики. Света использует Данилу, чтобы вызвать ревность у мужа-абьюзера. Только Гофман относится к Даниле со страданием и искренностью, но когда он видит, на какой путь встал герой, разочаровывается в нем. Бог тебе, судья. У Данила нет рядом человека, с которым могла бы завязаться по-настоящему крепкая человеческая связь. И он постоянно, бессознательно пытается такого человека найти, видев почти каждом встречном возможность для общения. Но каждый раз в том или ином виде получает опыт отвержения. В этом смысле разговоры с иностранцами – это метафора стилей общения Данилы в принципе. Он говорит с людьми на другом языке. Они не понимают его, а он не понимает их. Ну чё споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь. Коммуникация, в которой Данила находит с кем-то общий язык, практически невозможна. Данила просит спасенного им Степу помочь спрятать труп на кладбище. После этого Багров представляет Гофману Степу как своего друга, будто не замечая, что тот боится и хочет поскорее уйти. Ну, я пойду. Также и Кэт спешит скорее уйти от Данилы, и ей все равно, что Данила пришел с ней попрощаться. Ну я пошла. У Багрова нет друзей, что бы он ни думал по этому поводу. После того, как Данила спасает брата, он обнимает Виктора, пытаясь успокоить, завести беседу. Однако перед нами очередной коммуникативный провал. Ведь родной брат Багрова трясется от страха. Данила пытается сблизиться с людьми так, как он может, но исход у него отношений с окружающими, как правило, один. Они его боятся. В конце фильма Данила постепенно теряет и без того хрупкие связи, так и не обретя значимых отношений с кем-либо. Светлана его прогоняет, Кэт забирает деньги и уходит, а брат-предатель уезжает к матери. Примечательно, что одна из писен, которую слушает Данила, предсказывает исход его отношений с Гофманом, отвержение и расставание. Ты че, возьми. Здесь много. Поживешь. Что русскому хорошо, немцу смерть. В конце истории Багров трансформируется в своего рода брата и занимает его роль. Так как в его поведении прослеживается склонность к спасательству и разруливанию ситуации, то это логичный исход. Теперь не брат помогает Даниле, а Данила брату. Если вначале мать отправляла Данилу к Виктору, то теперь Данила отправляет Виктора домой. А ты домой езжай. К маме. Старая она уже. Помогать надо. И это происходит, несмотря на предательство Виктора. Данила с уважением и почтением относится к связи с братом. Это его самый близкий человек просто потому, что у них есть кровные узы. Но концовка для Данилы печальная, ведь даже связь с братом может оказаться не такой крепкой, какой ему хотелось бы. В итоге Данила теряет связи и не вписывается в контекст жизни из-за того, что он страдает от разлада действительности идеала. В фильме то и дело возникает тема столкновения идеала и реальности. Начиная с идеального в глазах матери Багровых сына Витеньки, который на самом деле является киллером, заканчивая теми чувствами, которые Данила испытывает к Свете. Постоянно подчеркивается разница между реальной Светой и тем, как ее пытается воспринимать герой. Данила будто не обращает внимания, что Свете не нравится Наутилус Помпилус. Он тянется к Свете из-за того, что она случайно по стечению обстоятельств спасла его. Но очевидно, что герой влюблен не в реальную Свету, а в образ, который он выстроил в своем сознании. Эта линия подчеркивается песней во время дождя, в которой лирический герой от нечего делать выдумывает себе спутницу и рассуждает о том, что ей больше некуда пойти, потому что она принадлежит тому, кто ее выдумал. Лишь в финале Данила осознает, что пытается помочь человеку, который его помощи не хотел. Данила пытался спасти тех, кто, как ему казалось, в этом нуждается. После выявления жертв и инициирования помощи в поведении спасателя наступает следующий этап. Ожидание благодарности и признания. Если спасатель не получает желаемое, наступает разрушительный этап разочарования и обида. Ожидания Данилы не оправдываются. В роли спасателя, безусловно, есть свои плюсы. Чувство контроля, некой власти и приятное чувство благодарности от тех, кто был спасен. Но человек, играющий роль спасателя, берет на себя чужую ответственность, что приводит к эмоциональному опустошению. Попытки Данилы спасти тех, кто не просил о помощи, приводят его в точку, где он чувствует себя недооцененным. В таком случае ему больше ничего не остается, кроме как уехать и начать еще сначала. Путь Данилы в первой части ярко показывает, что человек воспринимает мир не таким, какой он есть на самом деле, а через собственные проявления, сформированные его опытом и убеждения. И эти убеждения далеко не всегда имеют связь с реальностью. Рано или поздно перед человеком встает выбор. Продолжить жизнь в мире иллюзий и искать подтверждение своим убеждениям, или переосмыслить свое поведение и посмотреть на обстоятельства иначе. Если в первой части брата давящая трагическая атмосфера фильма больше напоминала роман Франца Кавки, то во второй части изображение и монтаж больше похожи на красочные и динамические супергеройские комиксы, а некоторые события и вовсе на карикатуру. Несмотря на предыдущие коммуникативные неудачи, Данила значительно адаптировался к современному обществу. Он становится более разговорчивым. Часто он инициатор ведущей беседы. Военное прошлое его уже не напрягает. Наоборот, он делится им с большим количеством людей. Даниле часто приходится контактировать с иностранцами. И что интересно, ему удается наладить с ними контакт, и языковой барьер перестает быть помехой. Он даже находит тех, кому нравятся его музыкальные вкусы. Данила искренне пытается понять другого, и он сам хочет быть понятым, даже если собеседник говорит на другом языке. Он одинаково относится и к таксисту, и к популярной звезде. Его простота и непосредственность подкупают. Стиль общения Данилы из уклончивого трансформируется в прямолинейный. Данила приобретает уверенность в себе. Он уже не задается вопросом, зачем я живу. Его желание помогать другим и обостренное чувство справедливости никуда не делись. Хотя, казалось бы, в первой части они должны были разбить об айсберг реальности. Теперь же смысл жизни Данилы вполне понятен. Он вершит справедливость в том виде, в котором он ее понимает. Если в первой части некоторые люди отвергли помощь Данилы и отстранились от него, то во второй Данилы уже полноправный участник событий. И, что для него важно, люди просят его о помощи и принимают ее. Не могу я брата бросить, понимаешь? Он уже легче налаживает связь с людьми и они становятся более крепкими. Песня группы «Смысловые галлюцинации вечно молодой», которая звучит несколько раз в фильме, говорит о максимализме, бунтарстве и нежелании следовать стандартам общества. Данила как раз и является этим вечно молодым бунтарем, который живет по своим законам, не подчиняясь никому. Он жертвует своей безопасностью, вступает в борьбу за тех, кого считают важными, не думая о последствиях. Эта песня отражает его наивные идеалы и стремление изменить мир, пусть даже маленькими поступками. Вечно молодой символ его бескомпромиссности и нежелания идти на уступки или искать компромиссы. В глобальном смысле сюжет второго брата мало чем отличается от первого. Данила реагирует на самый мощный триггер и справедливость, и предпринимает действия по восстановлению справедливости. Он все так же тщательно готовится к перестрелкам и также сильно любит русский рок. Но одно важное изменение все-таки происходит, несмотря на то, что это не было целью Данилы. Это меняется его подход к людям и отношения к ним, так как трансформируются его взгляды. Данила в какой-то степени осмысляет ценность тех связей, которые он приобретает. Несмотря на то, что Данила берет Виктора с собой в США, сакральная связь с братом окончательно оборвана. У братьев кардинально разные взгляды на жизнь и на то, что является настоящей силой. Как бы это ни было больно, Данила понимает, что ему с братом не по пути. А мне здесь нравится. В Америке вся сила мира. Родные братья будто происходят из разных культур. Данила возвращается в Россию, а Виктор остается в США. Я остаюсь! Я буду здесь жить! Но место брата в системе ценностей Данилы не становится пустым. Место Виктора занимает американский дальнобойщик Бен, который по сути становится его новым заокеанским братом. Новой значимой связью. Происходит важный смысловой сдвиг в системе ценностей Данила. Он переосмысливает понятия свой и чужой. Очевидно, в первой части свои – это русские, а чужие – все остальные. Любой иностранец и человек из другой культуры. Своим Данила считал и брата, который его предал. Теперь же деление на свой-чужой для Данила стало совершенно иным. Оно больше не происходит по национальному признаку. Чужие люди для главного героя после трансформации – это Меннис, который забрал деньги хоккеиста Мити. Он же олицетворяет чуждые для Багрова идеалы – корысть и жадность. Верховенство денег. Белкин, который убил Костю из-за денег, в принципе, ничем не отличается от Менниса. Такой же жадный, корыстный и лживый. И хотя Данила весь фильм действует, по сути, ради Мити, которому пытается помочь вернуть честно заработанные деньги, Митя тоже из категории «свой» перемещается в категорию «чужой». Мы видим, как ведет тебя хоккеист по отношению к Даниле, а в конце мы наблюдаем сцену, в которой Данила сообщает Мите, что тот очень похож на брата Костю. Хотя, очевидно, Багров имеет в виду именно внешность, но ни в коем случае не моральные качества. И помогает Данила ему только лишь из-за Кости. Для Данилы это подтверждение, что кровь не так важна, как выбор человека, кем быть. И даже Ирина Салтыкова, с которой Данила заводит роман, перемещается в категорию «чужих», так как она поет искусственные песни под искусственную музыку ради все тех же денег. Именно поэтому Данила так спокойно изменяет ей и врет. Он не считает себя с ней чем-то искренним и настоящим. Если раньше главным объектом борьбы Данила была несправедливость, то теперь алчность становится его главной мишенью. Алчность, которая обесчеловечивает. И она больше не привязана к каким-то территориальным границам или национальностям. А кто же теперь друзья Данила? То есть те люди, к которым он относится хорошо, кого теперь он считает своими? Свои это в первую очередь и армейские товарищи Костя и Илья, которые были рядом в самые трудные моменты. Смерть Кости Данила ощущает как потерю очень важной связи, поэтому он считает правильным, несмотря ни на что, защитить Митю, чтобы отдать здание уважения погибшему товарищу. Свои Данила считает и Дашу, которая сначала отказывается от помощи Данила, но затем понимает, что хочет выбраться из той ситуации, заложницей которой она стала. И Данила может в этом ей помочь. Теперь Данила более осознанно подходит к выбору тех, кого хочет видеть рядом с собой. Он выбирает преданность, взаимопомощь и доброту, а не родную кофель и национальность. Теперь свои это те, кто ценит помощь Данила и сам готов в трудную минуту помочь. В знаменитой сцене с Меннисом Данила произносит свой монолог, понимая, что не будет понят. Он не ищет связи с Меннисом, не стремится к взаимопониманию. Данила прекрасно знает, что его не поймут, но все равно говорит. Зачем? Дело не в языковом барьере. Мы уже убедились, что если нужно, Данила может его преодолеть. Здесь Даниле уже не важно, поймет ли его алочный, жадный до денег человек. Ему важно доказать себе свою правоту. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Этим монологом Данила как бы сам для себя подытоживает свое новое мировоззрение. Он сильней, так как он теперь точно знает, какие связи имеют значение, какие нет. Однако финальный мотив фильма несколько тревожен. Песня Наутилуса «Последнее письмо» придает фильму ностальгическое и даже трагическое настроение. Она звучит как предупреждение, одновременно как символ утраченных надежд. Детский голос олицетворяет мечты и веру в лучшее. Но в контексте фильма он также подчеркивает, что для Данила, возможно, этот путь не завершится счастливым. Ему как герою суждено остаться в состоянии войны, в котором он нашел свой смысл, но так и не нашел покоя. Что же касается главного вопроса, который красной нитью проходит через сюжет фильма, то тут можно сказать, что сила в настоящих крепких человеческих связях, которые основаны на доверии, уважении и поддержке. Такие отношения дают человеку опору, уверенность и мотивацию. Чем старше мы становимся, тем сложнее нам заводить новые связи и делать их надежными. Мы становимся более осторожными и избирательными в выборе окружения. Жизненный опыт учит нас быть осмотрительными, а прошлые разочарования могут создавать барьеры для доверия. Нам бывает трудно находить общую тему для разговора, и мы боимся остаться непонятыми. Не хочется прерывать мораль этой мысли, но все же, возможно, если вам интересно, то будет интересно. Есть у меня видеоматериал как раз на эту тему по поводу неуверенности в общении, по поводу бесед, как создавать эмоциональные связи с людьми. Называется контакт. Устойчивые связи с людьми и умение налаживать новые знакомства нужны не только для простого поседневного общения. Они помогают человеку чувствовать себя частью общества, находить поддержку в трудные моменты и развивать личностные и профессиональные качества. Эти связи формируют ощущение безопасности и уверенности, способствуют обмену опытом и знанием, а также открывают новые возможности для самореализации. Люди, осознающие свои потребности и ценности, могут формировать глубокие и значимые отношения, опираясь на взаимное уважение и общий интерес. Искренние связи способны объединять людей, помогать преодолевать трудности и вдохновлять на действия, которые приносят блага. Сила здесь в том, чтобы не бояться быть открытым и искренним, потому что только так возможно создать крепкую связь и построить задосрочные отношения. А вот в чем сила с вашей точки зрения, об этом можете написать в комментариях. Диалогия «Брат» и «Брат-2» — это, конечно, в первую очередь отражение эпохи социальных, политических и экономических потрясений, бушевавших в обществе в то время. Но вместе с тем это и простая человеческая история о том, что волнует любого человека в любое время. Поиск идентичности, обретение связи и желание быть полноценной частью общества. История Данила ярко иллюстрирует, что успешная коммуникация, налаживание отношений — это навык, который можно потерять, как в первой части, а можно приобрести заново, как в части второй, переосмыслив свои взгляды и поведение. Данила взял на себя роль, которую в то время никто больше брать не хотел, по той простой причине, что это было опасно. Он защищал тех, кто нуждался в помощи, и иногда показывал, что силы не столько в правде, сколько в оружии. Он был символом правды, но вместе с тем и опасным преступником, хоть и с обаятельной улыбкой. Трудно спорить с тем, что первое, что ассоциируется с Данилой, — это справедливость. Но у справедливости есть, так скажем, сестра, которая всегда следует за ней. Это месть. Именно желание мстить заставляет Данилу действовать. Месть — это всегда пороченный круг, потому что, совершая акт возмездия, человек запускает цепочку новых конфликтов. Это редко приводит к истинному удовлетворению или решению проблемы, а только усиливает негативные эмоции и взаимные обиды. Месть часто фокусируется на прошлом, лишая человека возможности двигаться вперед и освобождаться от боли. В конце справедливость торжествует, а Данила добивается цели. Но исходя из его характера и устоявшихся паттернов поведения, вполне логично предположить, что Данила будет продолжать искать краткосрочный смысл жизни вместе обидчиком. Не американцем, так кому-нибудь еще. Приятно было бы думать, что Данил помогал другим из альтруистических соображений. Но в жизни люди нередко помогают или спасают других, чтобы заполнить свою внутреннюю пустоту. Данил обретает смысл жизни в помощи другим, и такая ситуация для него, как ходьба по лезвию. Он может как получить одобрение и признание, которым стремится, так и столкнуться с отвержением. В этом смысле Данила, как и режиссер Алексей Балабанов, это человек, который при жизни не мог найти покоя и умиротворение. А вы счастливый человек? Нет. И хотя Данила так и остается народным мстителем, и его характер в двух фильмах меняется не сильно, термин арка персонажей в Даниле применить трудно. Одно важное изменение в нем все-таки можно разглядеть. Он учится смотреть на людей по-другому, не делать выводы только на основе стереотипов, и начинает осознавать, что иногда слепая привязанность к человеку, будь то брат или возлюбленная, может быть разрушительной. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках, и быть на шаг впереди. Подписывайтесь на канал. Хоть и не люблю говорить такие фразы, но можете не подписываться, но хотя бы оставьте комментарий или лайк, что поможет в продвижении видео. Заранее спасибо. Ситуация неоднозначная. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok